Нацпроекты, демография и культура. Именно по этим планам проходит реконструкция драмтеатра и спорткомплекса в долине уюта в Мурманске. Эти объекты в ходе рабочей поездки посетил полномочный представитель президента Александр Гуцан. Целевые на показатели национальных проектов были выполнены на 92%, а сейчас показатель возрос до почти 95%. Но опять же, это правильный абсолютно вопрос не в показателях и не в освоении, вопрос в том, что изменилось для людей. Мы дополнительно к национальным проектам по целому набору мероприятий в этом году и в части муниципальных дорог, и в части объектов благоустройства радикальных увеличили. И увеличим, кстати, в этом году, в том числе благодаря топ-доходу. Спортивные объекты вопросов не вызывают. На днях открылся новый хоккейный корт и лыжный стадион с телеэкраном, освещением и системой искусственного оснижения. А вот с театром есть проблемы. Большая часть работ на сегодня выполнена, но график все же сорван. Виной тому пандемия и нарушение сроков поставок стройматериалов. И вот здесь правительству Мурманской области, губернатору Мурманской области надо предпринять все меры для того, чтобы к началу сезона объект был введен в действие. На сегодня, как было пояснено министром строительства, объект готов на 85%. На месте же было дано поручение министру строительства, который заверил, что впредь будет лично контролировать ход работ в ежедневном режиме. Эти объекты в силу целого ряда причин, они в значительной степени из-за пандемии все-таки объективные, эти объекты сдвинуты вправо. И сейчас наша задача, все коллеги об этом знают, сделать все для того, чтобы эти объекты, безусловно, были доделаны. По завершению осмотра объектов состоялся уже предметный разговор с главой региона. Александр Гуцан особо отметил ситуацию с прибрежниками. По мнению представителя президента в Северо-Западном округе, проблему с переработкой рыбы в море нужно решать незамедлительно. Андрей Чибис заверил, что работа в этом направлении ведется. Соответствующий проект закона уже принят в Госдуме в первом чтении. Ситуацию в области удалось не только стабилизировать, но и создать условия для дальнейшего развития региона. Здесь, конечно, большая заслуга губернатора и правительства Мурманской области. Губернатор Мурманской области отметил и еще один законопроект, работа на котором успешно ведется совместно с федеральным центром о возможности рыбакам-любителям продавать свой улов.